Дорогие братья и сестры! Рад приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Вы так все тихо, внимательно сидите. Это замечательно. Братья и сестры! Аминь! Это одно из напоминаний о том, что у нас есть Отец. И сегодня я хотел бы поговорить о нашем Отце. Может быть сегодня я не скажу ничего нового. Но хотелось бы, чтобы каждый услышал что-то новое, потому что Дух Святой будет говорить. Надеюсь, в ваши сердца. Я обратил внимание на то, что огромная разница открывается в том, как Бог являет Себя в Новом Завете и в Старом Завете. Я не знаю, если вы обращали внимание на то, что в Ветхом Завете Бог открывает Себя как Создатель, Творец, Всемогущий, Владыка, Господь, Бог, А в Новом Завете Иисус делает ударение на то, что Бог Отец постоянно говорит о том, что Бог, Он Отец. Просто несколько цитат, чтобы вы обратили на это внимание. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Чтобы милостыня Твоя была в тайне, и Отец Твой видящий тайны, и так далее. Не уподобляйтесь им, ибо Отец знает Ваш. Лука 12. Не бойся, малое стадо, ибо Отец Ваш. Иоанн 16 глава. Ибо Сам Отец любит Вас, и так далее. В Ветхом Завете я нашел очень мало мест. Буквально можно посчитать на пальцах одной руки. На Псалмах, Еремия, Малахия, Исайя. Такое впечатление, что Бог открывает личностям, определенным пророкам, как откровение. Как личное откровение, что Бог, Он еще и Отец. Но в Новом Завете мы видим, как эта информация о том, что Бог, наш Отец, просто насыщен. Иисус нам пытается открыть, что Бог, наш Отец, постоянно, постоянно, на протяжении всех Его, можно сказать, слов, Он пытается нам это показать. И Иисус постоянно, throughout all His words, tries to reveal to us, that God is the Father. Отец, который не просто нас создал, но Он нас родил. The Father, who not only created us, but gave birth to us. Иоанн, 3 глава, 3 стих. John chapter 3, verse 3. Иисус сказал мне в ответ, Jesus answered and said to him, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». То есть Бог не просто Творец. Он не просто Творец, который просто создал свое создание, как машину, например, инженер создал. Он запустил эту машину и пошел чем-то другим заниматься. Бог не такой. Но почему Бог открывает нам себя, как Отец? Я сейчас не буду делать отделение между отцом и матерью. Но почему именно Отец? То есть родитель. Какой смысл он это вкладывает? Конечно, я не могу вам преподнести весь смысл, потому что я его не знаю. Но попытаюсь логически понять, что имеется в виду. Я думаю, потому что каждому человеку понятно, что такое Отец. Всем людям, живущим на этом физическом мире, есть понятие, есть такой концепт, кто такой Отец. У нас есть это понимание. Каждый человек знает, даже если у него физического отца не было в семье. Даже если человек вырос в детском доме, или не было отца в семье, но каждый понимает, что такое, кто такой Отец. И я так подозреваю, что открывая себя как Отец, Бог пытается нам показать свое отношение к нам. Он говорит с нами на нашем человеческом языке. Через это он показывает, какие отношения он хочет с нами построить. Какое отношение у него к нам. Отец, или же родитель, это тот, кто дал жизнь, тот, кто родил. То есть, он источник жизни. То есть, без нашего небесного Отца у нас не было бы жизни. Даже не в понимании плотской жизни. Хотя и плотской жизни бы у нас не было, если бы не было Отца Небесного. Хотя мы не могли даже не было физического жизни, если это не было для Бога. Но хочу обратить внимание на жизнь в Духе. который бы у нас не было, если бы у нас не было бы Отца, который бы нас родил. То есть, понимание жизни, которую мы имеем в Вечности, а не просто здесь, на этой земле. В понимании жизни, которую мы получаем, когда мы рождаемся от Духа Святого. Иисус продолжает говорить в Третьей главе Иоанна. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Небесное. Но Отец не только дает жизнь, хороший Отец он принимает непосредственно участие в жизни своих детей. Сыновей, дочерей. Он принимает непосредственно участие в их воспитании и в их развитии. Он предоставляет и дает все, что необходимо. Он делает все, что необходимо, чтобы его наследник, его потомок достиг своего полного потенциала. Это Отец. Я понимаю, что в этом мире есть родители, которые хотят, чтобы дети достигли определенного потенциала. Некоторые родители даже хотят, чтобы их дети стали определенной профессией. Некоторые родители хотят, чтобы дети были, не знаю, докторами. Некоторые родители хотят, чтобы дети были докторами. Юристами, инженерами. И как бы толкают своих детей в этом направлении. Но я уверен, что далеко не каждый родитель понимает потенциал своего ребенка, который заложен в нем. Поэтому возникают конфликты. Но наш Отец Небесный Он знает абсолютно точно потенциал каждого из нас. И ведет нас по направлению достижения этого потенциала. Пойдем дальше. По мнению ученых-психологов, это взято как бы из учебного курса о том, что такое заброшенный ребенок. Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы родители предоставили следующее. Просто сейчас будет небольшой список. Необходимо, чтобы родители предоставили следующее, для того, чтобы ребенок вырос в своем полном развитии. Это основной уход. То есть еда, жилье, одежда. Все понимают. Безопасность. Понятно. эмоциональная теплота. Может быть, по-русски не очень звучит, я переводил с английского. Стимуляция для развития. Все понимают, что это такое, да? Чтобы направлять ребенка для того, чтобы он развивался, не просто сидел, сложа руки. Руководство и определение границ. То есть, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо, что такое плохо, где границы. Стабильность. Понятно, да? То есть, не то, чтобы было все это в разброс, чтобы была стабильная жизнь у ребенка. Это ученые-психологи. Конечно же, они не учили этого духовного развития. Но даже через это понимание, все списки можно вместе, да? Чтобы было сразу. Даже через это понимание мы можем видеть, что необходимо ребенку для развития. Чтобы он вырос взрослым, нормальным, если так сказать, человеком. Но через это мы можем увидеть нашего Отца Небесного. И действительно то, что он не просто Творец. Но что он Отец, который предоставляет нам все, что нам необходимо. он действительно выполняет роль Отца. И интересно то, что Его Отцовство даже близко не стоит с человеческим. Даже с человеческим самым лучшим Отцом, даже не близко. И мы можем понимать, что у земных Отцов как бы есть целый диапазон, да? Поведений, так сказать. И мы знаем, что человеческие Отцовы имеют целый уровень ответственности. Начиная от Отцов, которые абсолютно все равно для своих детей, да? Самый низший, так сказать, уровень, если мы... И заканчивая Отцом, для которых дети — это смысл жизни. Для которых дети — это самое драгоценное, что у них есть на земле. Дети для них — это смысл. Но несмотря на то, что человек может пытаться предоставить все для своего ребенка, чтобы он вырос полноценным человеком, и человек может стараться быть замечательным Отцом, он не может сравниться с нашим Отцом Небесным. Воспитание полноценного ребенка хочу, чтобы вы представили себе. Сейчас включите, пожалуйста, ваше воображение. Это одновременно головоломка, головоломка и одновременно лабиринт. Представьте себя идущим по лабиринту и одновременно делающим головоломку. Все представили? Вот у меня такое ощущение, что именно вот так вот выглядит воспитание детей. Даже если это второй или третий ребенок. Да, потому что дети все настолько разные. И все эти пункты, если они еще здесь, да, все эти пункты, которые необходимы ребенку, необходимы этому маленькому человеку, чтобы вырасти взрослым, основной уход, безопасность, эмоциональная теплота, стимуляция для развития, руководство и определение границ, стабильность, должны быть в правильном соотношении, в правильном пропорциональном соотношении. Если ребенку предоставить все, что ему нужно из основного ухода, да, одежду, дом, игрушки, еду, но не додать в общении, не додать ему этого душевного тепла, то будет дисбаланс. Дисбаланс в его развитии. Если дать много душевного тепла, но не додать руководство в направлении и границ, будет дисбаланс в его развитии. Если перебрать в ограничениях и не додать душевного тепла, это тоже проблема. И все дети развиваются по-разному. Каждый ребенок развивается со своей скоростью. Поэтому воспитание одновременно с лабиринтом и одновременно с головоломкой это еще и ходьба по минному полю. Ты здесь оступился, здесь не там наступил, последствия. Здесь зашел в тупик. Здесь кусочки не сходятся. Здесь перебрал, здесь не додал. Это действительно тяжелый труд. И вижу, как родители понимают это. Но наш Отец Небесный замечательно справляется с этой работой. И Он замечательно справляется с каждым из нас. Потому что Он знает нас сверху донизу. Он знает нас снутри и снаружи. Он знает нас вдоль и поперек. И более того, Он знает, что ждет нас в будущем. И не только, что было в прошлом. Он строит свой план воспитания не как мы люди, на нашем опыте. То есть мы строим план воспитания своих детей на прошлом. Я попробовал, получилось. Окей, еще раз попробую. У Него не так. Он строит свой план воспитания основываясь на будущем. Потому что Он знает наш потенциал. Он знает, что нам нужно. И это не одинаково для всех. Каждый из нас развивается с разной скоростью. Точно так же, как воспитание двухлетнего резко отличается от воспитания шестнадцатилетнего. Но принципы те же самые. Но воспитание отличается, и подход отличается. И у Него к нам не общий подход. Не общий подход просто как к населению, как к детям. Как к народу. У Него к нам индивидуальный подход. Он Отец не глобально для народа. Он Отец индивидуально. Отдельно для каждого Он Отец. У Него индивидуальный план воспитания для каждого из нас в зависимости от нашего возраста. Взяв опять эти шесть пунктов, давайте посмотрим, позаботился ли Отец Небесный об этом. Мы можем увидеть это в Писании. Основной уход. Лука 12 Посмотрите на лилии. Как они растут. Не трудятся, не придумут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как выглядит одна из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль не паче в маловере, то есть вас тем более, дорогие мои, и так не ищите, что вам есть и что пить, и не заботьтесь. Но не забывайте работать, да? Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Он позаботился об этом. Еще одно место. Этих мест Писания очень много. Матфея 7 глава. Есть ли между вами такой человек, который когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы будучи злые, имеете даяние благие делать детям вашим, тем более, отец ваш небесный даст благо просящим Него. Безопасность. Матфей 10 глава. Не две ли малые птицы продаются за осари? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего небесного. У вас же и волосы на голове все сочтены. Богу немного легче с определенными людьми, у которых меньше волос. Не бойтесь же, вы лучше малых птиц. Безопасность. Эмоциональная теплота. Если я пойду Псалом 22, знаменитый Псалом, Псалом 23, знаменитый Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой способ успокоят меня. Иоанн 14, глава. Утешитель же, Дух Святой которого пошлет Отец во имя мое, так далее, так далее, так далее. Стимуляция для развития, которая так необходима каждому ребенку, чтобы он рос. Просите, и дано будет вам. Матфея 7. Ищите. Не сидите, сложа руки. растите, развивайтесь, ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. 1 Коринфянам 14. Достигайте любви. ревнуйте о дарах духовных. Руководство и определение границ. Это просто вся Библия, да? Это что? Просто вся Библия. Определение того, что есть для нас хорошо и плохо. Ну, несколько цитат. Римляне 7, глава. Посему закон свят. И заповедь свята. И праведна, и добра. Михея 6, глава. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Стабильность. Последнее. Матфей 7. Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. но он не упал. Стабильность. Потому что он основан был на камне. Я понимаю, что многие люди, можно даже сказать, дети, когда они достигают определенного возраста, они считают, что они уже не дети. когда они достигают определенного возраста, они думают, что они уже не дети. Они уже не дети. Я уже сам. Спасибо. Я сам. Некоторые в 18. Мне 18. Некоторые в 18. Я 18. Некоторые чуть позже, может, 21. Какие-то другие даты. Но на самом деле, мы всегда остаемся детьми Божьими. Мы всегда остаемся детьми Божьими. Потому что мы всегда нуждаемся в Отце Нашем Небесном. Мы всю жизнь нуждаемся в Нем. В Его заботе. В Его безопасности. В Его стабильности. В Его эмоциональном тепле. В Его стимуле к развитию. В Его направлении и в Его определении границ. Я думаю, что познание Отца Небесного как Отца Небесного я думаю, что больше и больше будет помогать нам и наполнять каждого из нас просто желанием поклоняться Ему. Поклоняться Его величию, поклоняться Его любви. Поклоняться Его Отцовству. Я думаю, что это будет зажигать нас желанием быть с Ним. Потому что Он Отец и Он хочет быть с нами. Он хочет иметь непосредственную связь с нами в нашем развитии постоянно. И я думаю, что это будет зажигать у нас желание с Ним быть тоже постоянно. Общаться с Ним. Служить Ему. И помогать другим людям приходить к Нему также. И помогать